Российского олигарха по совместительству члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова обвинили в неуплате налогов. Правда не у нас, а во Франции. Они там считают, что российский депутат нелегально ввез в страну от 500 до 750 миллионов евро с помощью подставных лиц и отмывал эти деньги через сделки с недвижимостью по заниженной стоимости. Вот же ж бестолковые, а эти французы не знают что ли, что олигарх, а еще и член Совета Федерации лицо неприкосновенное. Все, что этот человек делает, он делает во благо Родины и никак по-другому и вообще. Таких людей трогать нельзя. В РФ и, кстати, миллиардеры в принципе налоговые льготы получают, господи, что за дикая страна. Человек обворовал свой народ, вывез бабло за бугор, он с украденного еще какие-то налоги должен заплатить, с ума сошли. Люди, мобилизуйтесь, шаромыжники вашего барина обижают, ай да, верхом на Т-34 и погнали давить гадов, ну а мы начинаем. В Челябинской области праздник, под зад выпнули губернатора Дубровского, но это который ни рыба, ни мясо, сидел там несколько лет в должности главного, какой-то ерундой страдал и плевать ему было на ту Челябинскую область, которую растаскивали коллеги Керимова, Алтушкин и Казицын, медные олигархи, но тут возникла проблема. Там же в сентябре выборы, а Дубровского челябинцы не очень-то любят. Как? Как с таким человеком можно выиграть губернаторскую кампанию? Никак. Керенко пораскинул мозгами, понял, что данный товарищ в качестве кандидата это полный провал и затеял многоходовочку. 20 марта чиновника отправили в отставку, хотя уверен, он в каком-нибудь софере всплывет, а на его место посадили никому неизвестного парня Алексея Текслера. По словам губернатора, это его личное решение, он уверен, что поступает правильно. Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, который до этого занимал должность первого замминистра энергетики России. Он родом из Челябинска, выпускник высшей школы госуправления во время встречи с президентом. Ну вот теперь давайте разберем это вранье, рассчитанное на непонятно на кого. Текслер, говорят, из Челябинска родом, поэтому губернатором назначили, правда? А я вот не поленился, почитал биографию чиновника. Да, парень действительно родился в Челябинске в 73-м году, но уже через пару месяцев мама и папа будущего большого человека свалили из того Челябинска в Норильск, это вообще на другом конце страны, если кто не в курсе. Там мужчина вырос, закончил местный Норильский индустриальный институт, а затем по профсоюзной линии дорос до первого заместителя министра энергетики Российской Федерации. Вот теперь Челябинск с колен поехал поднимать. Алексей Ильич, вопрос, который мы сегодня должны судить, вам известно, мы уже проходили определенную собеседование перед нашей встречей. Вы с вами поделитесь в Челябинске и прожили там сколько? 16 лет. 16 лет. Что это ваш родной город, но вы его знаете, я прошу. Слушайте, а я тоже так хочу, отчего бы, например, меня не назначить замминистра энергетики страны, ну или главой, скажем, той же Челябинской области. В энергетике я ничего не понимаю, в Челябинске вообще ни разу не был. Исходя из логики Владимира Путина, я подхожу на эти должности, как и никто, хотя нет, вру. Я знаю, что там центральная улица называется Свердловским проспектом, а еще я знаю, что в этом регионе есть чем поживиться, чем я хуже Текслера. Обманул людей, вот и получил досрочную отставку без всяких шансов. Но еще раз повторюсь, я надеюсь, что все-таки правоохранительные органы дадут оценку уже конкретным, каждым конкретным действиям. Ну а новому руководителю нашей области, не знаем, будет он избран на выборах сентябрьских или не будет избран. Я все-таки желаю не допускать таких ошибок, слушать людей, слышать людей. И вот его сегодняшнее выступление, да, осторожный оптимизм внушает. Он сказал о том, что в первую очередь будет решать экологические проблемы и что необходимо слушать мнение людей. Но надо отдать четкий отчет самим себе, что и Дубровский то же самое говорил, но делал ровно наоборот. Да, в нашей стране, чтобы чего-то добиться, нужно быть текслером. Дорогие чрябинцы, я вас поздравляю. Наконец-то у вас в регионе появился человек, который не только Алтушкину с Казицыным позволит растаскивать область. Он же в Норникеле много лет работал на ответственных должностях. Поэтому вы теперь еще Потанина с Абрамовичем кормить будете. А давайте попробуем угадать, кто же победит на выборах губернатора в сентябре. Ну, если, конечно, вы опять предпочтете отсидеться дома, типа бойкотируя выборы. Господа, решение принимать только вам. Кстати, на интересную статью наткнулся, позабавило. В Рио губернатор Текслер прибыл в Челябинск 20 марта, прилетел рано утром из Москвы, и его встретил вице-губернатор Голицын, бла-бла-бла. Слушайте, кто-то правда верит, что человек, живущий в Москве, вернее, нет, не так, человек, семья, которого живет в Москве, очень сильно начнет о вашем регионе заботиться. Ну, ну, в общем, не забудьте проголосовать за этого мужика на выборах, либо вообще не ходите, за вас проголосует кто-то другой за 500 рублей. Это реальная журналистика, из полей доносится печаль. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А вот это не реклама. Я случайно наткнулся в Ютьюбе на клип. Ребят, поют-то правильные вещи. Пытаются достучаться до людей, тогда я решил, а че не помочь им продвинуться от меня не убудет? Это послание нам с вами, каждой семье. О чем оно? Я без пафоса и латы, не чета пропагандонам. Из того, что было свято, они рубят миллионы. Прикрываясь славным прошлым, суки врут о настоящем. И смотреть на это тошно, о безумный зомбоящик. Из того, что было свято, они рубят миллионы. Не так? Зарплата телеведущего Петра Толстого за 2016 год составила 43 миллиона рублей. С чего? С каких щей? В стране, где в среднем доход россиянина составляет 250 тысяч, это за 12 месяцев. А Толстой вдруг 43 ляма накосил. Дальше пошли. Прикрываясь славным прошлым. Ну и это так и есть. Толстые, Киселевы, Соловьевы нам о каком-то славном прошлом рассказывают. Гагарин полетел в космос. Спасибо деду за победу. Ты какое отношение ко всему этому имеешь? Космос сегодня закопал Рогозин. Все, что было, прокакал, простите. У нас ни одна ракета взлететь не может. Великую победу тоже профукали. 90% всех российских предприятий принадлежат иностранцам. Сдали без боя, так сказать. А какой победе эти люди лопучут? Вот чувак с продажной жопой Вам расскажет про Европу Мол, у них там все хреново А в стране родимые клево И буржуев нам не жалко Гордость мы запьем бояркой Ведь у нас повсюду скрепы И сток-шоу, и батл рэпа Или кто-то возражает про чувака с продажной опой О чем мы говорим? Дочь второго человека в стране По сути пресс-секретаря президента Живет в Париже Устроилась на работу в Европарламент В офис депутата от Франции Европарламент против нас санкций вводит А дочь второго человека в стране Идет туда работать К слову, у месье Пескова Все дети живут за бугром Жена гражданка гадкого Сын Мизулина и гражданин США Отпрыски Железняка и Лаврова И так далее Агент Госдепа Опять я, потому что я рассказываю об этом Люди вообще нормальные люди Сколько можно верить этим сказочникам В эфире они вещают о том Как там все загнивает А затем выясняется, что у этих ребят Имеются гнивые гражданства И даже подданство ненавистной Георупы и Пиндостана И ведь знают все Что Брилев поддан на ее величество Королевы Елизаветы А Андреева гражданка Черногории И ну киваем им так Да, все зло оттуда ПЕСНЯ 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 Crомче Души ПЕСНЯ ПЕСНЯ Слава ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...